Доброго здоровьица! Это часть 2 к моему предложению о сотрудничестве. Начнем с самых, так сказать, старых комментариев и дойдем до новых. И я со своей стороны их также прокомментирую. Вот Галина Мюллер пишет. Очень желаю вам удачи. Надеюсь, будут желающие поучаствовать. Что касается Берга, слышала два раза его лекции вилами по воде. А у вас система, система оздоровления всего организма. Это мощь. Вот Галина как-то прониклась действительно тем, что я излагаю. Я излагаю все, что касается здорового образа жизни. Дальше. На это ответил Андрей. Кстати, он спонсор 2 года. Значит. Геннадий, время надо вкладывать и душу. Позвольте. Вот время надо вкладывать и душу. 3530 видосов. И сейчас уже больше. Сколько времени я вложил. Сколько я души я вложил. Сколько я вложил сначала в написание книг. Сколько я вложил в видосы. Хотя бы целебная кулинария. Я же не что-то там такое делал. То есть есть видео, которое, вот как я сейчас пишу, записываю легко и просто. Вот она камера. Вот она. Комментарии даю. И как бы сказать, легко и просто. Но есть же видео, такие, как, будем говорить, целебная кулинария. Когда я вкладывал свои деньги и большие деньги. И видео получили ста таких подобных, я еще не встречал, которые мы рассказывали. Хотя бы целебную кулинарию. Вложено и время, и душа, и деньги. Я уже не говорю о голоданиях. Надо же поголодать, допустим, те же 40 суток. И в это время записывать. Можно, конечно, было бы сделать лучше. Сейчас бы, допустим, я сделал это намного лучше, если бы я там голодал и так далее. Но тем не менее. Так, профессионал не ценили, да и не ценит. Согласен. Можете на своем примере убедиться. Ну, я и убедился. О том, что даже в Ютубе надо видеть, что прокатит, а что нет. А вот тут, знаете, вот, как бы сказать, можно идти на поводу у зрителя и делать какие-то там видосики, вот эти вот рецептики и так далее. А можно делать великие вещи. Выложить систему здорового образа жизни во всей красе и многообразии и эффективности. Что я и сделал. Другое дело, доросли зрители для этого или нет. Это уже, конечно, другой вопрос. Можно построиться под зрителем, можно, конечно. Но вот пускай он знает, что вот такое вот есть. Если он, понимаете, вот можно заниматься самообманом. Там, ага, вот такой рецепт искать, вот такой там метод от, допустим, онкологии или еще что-то, или еще что-то и так далее. То есть, вот якобы поможет или лекарство и так далее. А можно знать, как вообще не болеть. На что обращать внимание в первую очередь, в вторую очередь, в третью, для того, чтобы вылезти из того болота, в который вы влезли из-за порочного образа жизни. Рецептиками это не сделаешь. Поэтому прокатить, не прокатить. Вот тут-то прокатить, не прокатить. А надо действовать на 100%, чтобы это точно вам помогло. А не просто там, ва, попадет в рецепт, не попадет, расскажу, не раскрою. Вот так. Берг это на любой уровень. Позвольте, а у меня я написал книги не на любой уровень. Они идут общеобразовательно, по-простому излагаются. С чего начать, как продолжить, чем закрепить. То есть, я же еще книги выложил. Кстати, он, я так понимаю, книги продает. Сразу же на канале рекламирует его. Ну, молодец. Вот, на любой уровень. А что, на любой уровень? У меня какой-то запредельный уровень. Вот сейчас, я вам даже это его особо не рассказываю. Я нахожусь на таком уровне, о котором я очень давно мечтал. И, знаете, толком не знал, как к нему выйти. Но вышел, я к нему вышел. Я иду. А вот тот простой уровень оздоровления, который многие прошли в 90-х годах. Столько отзывов, столько. Но если продано книг, там сколько, более 30 миллионов. Людей же не надурешь, что вот эту книгу покупай, плати там деньги. Если бы это ничего не работало, да кто бы эти книги покупал? Так что уровень дан просто. Кстати, и я тут вам объясняю. Более просто, более, как бы сказать, приближенно к нашей жизни, нежели я буду объяснять вот такие-то нутрицептики, вот такие хриноцептики, вот такие еще что-то, вот такое еще что-то. Короче, голова опухнет из-за того, что вот такое обилие там пищи. Пища должна быть цельная по сезонам года, плюс с учетом вашей индивидуальной конституции. И это все там рассказывают. Простая, простая вещь, это вы, вот вы питались, у вас же есть какой-то опыт, вы уже прожили там 30, 40, 50 лет и более, что от этой пищи вам хорошо, а другой плохо. Уже на основании просто вот таких вещей вы делаете кое-какие для себя вибоды. Так. Кстати, Геннадий, здесь также и очень доступны и травы, и чистки тела в различных вариантах. В вежливой форме можно найти борьбу и с обжорством, и так далее. Ну, про чистки тела, у меня целая книга имеется. Без очищения нет исцеления. Но важно, важно, опять-таки, знаете, чистки тела, то есть, я так думаю, это просто так написано, чистки тела. Важно понимать, с чего начать, первое, самое важное, с чего начать очищение. Дальше, как продолжить, что именно очищать, вот еще важно. И как это все дело закрепить. А не то, что различные чистки и так далее, и тому подобное, знаете, да, я их уже выложил достаточное количество, но важно, важно же понимать. Да чего вы это делаете? Что вы хотите получить? А не просто, а вот такая очистка, а вот такая очистка. Да вот почисти язык он, да вот почисти там в ушах там серу и прочее, прочее. Но не в этом дело. Далее, что тут такое, найти форму с обжорством и так далее. Опять-таки, я об этом рассказываю, там, вежливой или невежливой форме. И, что можно съесть гораздо больше пищи, нежели ее вы переварите. То есть, я об этом тоже тут рассказал. Целая наука о питании, которую я изучил, изложил, пожалуйста. Либо народ не хочет, знаете, как бы сказать, во все это дело вникать, и тем более там читать. Либо же, вот ему что-то тут надо сказать, вот это не ешь, вот то там не ешь, вот это не ешь. Будто у него у самого голова не работает. Что съесть можно, смотрите, намного больше, чем вы сможете переварить. Далее, чем вы можете полноценно вывести то, что мы съели, надо же вывести. И наши органы не приспособлены на потребление чрезмерного количества пищи. Поэтому начинает вот у нас живот и прочее-прочее расти. И плюс еще перегрузка системы выделения, которая ведет к тому, что постепенно накапливаются разного рода шлаки, которые начинают отравлять организм и так далее. Вот и вся там с обжорством. А чтоб обжорства не было, надо кушать утречком, завтрак, в обед надо кушать и вечерком. Если вы вот это будете соблюдать, будет все нормально. У меня у самого были вот эти обжорства по вечерам. Но вот с едой утром обязательный завтрак, вот этого уже нет. Потому что если мы наелись ночью, на ночь наелись вечером, то что у нас получается? Вместо того, чтобы отдыхать, организм всю ночь трудится. Естественно, ему утром есть не хочется. В обед так сказать закусил, а вечером он уже опять нагружается. И идет поручный круг. А вы заставьте себя утром съесть, в обед съесть нормально, и вечером уже не так захочется есть. И не рассказывайте вот себя, не убеждайте, что у меня работа такая или еще. Вы просто-напросто не можете организовать свой образ жизни. Это самое важное. Если вы хотите оставаться здоровым, это важно организовать свой образ жизни. Рассказывай об этом. Рассказывай. И сейчас вот эти вот видео, они вроде бы, как бы сказать, ну, грубо говоря, не столько о здоровье, но тем не менее, они напрямую касаются. Почему мы переедаем? Что мы там делаем? Обжосываем и так далее. Здесь, как ни странно, все это есть. Ага, все это есть. А у меня что, этого нет? Вот знаете, вот такое впечатление, что у меня этого нет. Что вот другие что-то лучше сделали. Ну ладно, продолжим. И клиники типа Дипак, Чопры. А я что не рассказываю об индивидуальной конституции? А как индивидуальная конституция влияет на ваше здоровье? Как она влияет на подбор метода выздоровления? Допустим, тоже голодание. Кому оно идет, допустим, лучше, кому хуже, кому оно вообще, грубо говоря, как бы противопоказано? В какие периоды, в смысле, времена года? И как это все преодолеть, если вы хотите? И поскольку. Я же рассказываю эту методику. И консультация с его учениками по 400 долларов за 30 минут. Да, пожалуйста, если там этот самый... Я думаю, вот я думаю, хотя я называю себя светочем народной медицины, здорового образа жизни и натуропатии, что, по крайней мере, я проконсультирую, не хуже вот этих вот учеников, не хуже, я так думаю. А там, там, ради интереса можно попробовать. У кого есть 400 долларов, давайте я вас проконсультирую. Так, да, за 400 долларов, вы видели видео о здравлении Эдуарда. Я с него не взял. И не намекнул даже ему, чтобы он мне дал какие-то деньги. А я его провел через 27-дневное голодание. В выход. Плюс там такие обострения были. Как это все сделать? Пусть они попробуют все это сделать. А то говорят, длительное голодание, там, доктор Барх, еще какое-то. Что он подразумевает по длительным там голоданиям? Двое-трое суток или там неделю, или сколько он подразумевает? Так, это к примеру. Так. Это надо быть таким голодным и изумленным, как вы были, когда с нуля книги на улице раздавали, чтобы пробить эту стену. А вы знаете, я не раздавал книги. Вот откуда у вас вот эта информация, что я раздавал эти книги? Не знаю, вот что, кто, откуда вы это все взяли, что я раздавал эти книги. Книги я только продавал. Только продавал. А вот сейчас я раздаю книги. Те, что там остались у меня. И, грубо говоря, ни магазины не берут, ни через почту их особо не продашь. Потому что услуги почты стоят больше, чем сами книги. Где, что, что, как. И вот эту, как бы сказать, стену там, тогда был, будем говорить, конец 80-х и начало 90-х, это было совершенно другое время. У людей еще были деньги, это где-то до 1992-1993-1994-1995 годов. Еще какие-то деньги были, еще что-то там такое значилось. Это потом пошла там свистопляска. Ну, где-то я вот помню, 92-1993-е это. Были совсем другое время. Были совсем другие люди, были совсем другие устремления, которые, вот, наконец-таки, они стремились к знаниям. Поэтому ничего не раздавалось и так далее, чтобы какую-то стену там пробивать и так далее. А работало, знаете, что работало? Работало, можно сказать, истинно и правда. Если там написано, чистка толстого кишечника, чистка печени, сделаю то-то, 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 и человек это сделал, он говорит, слушай, вот что ты сказал, то я и получил. Что я на себе сделал и получал. Другие люди делали и получали. Не хочу сказать, что это у всех 100%. Всякое бывало. Но в массе это работало так. И поэтому эти книги пошли вот такими тиражами. Далее. На жизнь показала, чтобы вырваться под часть, надо делать все самому. Так я и делал это все сам. Вначале. Кто там мне помогал? Я вот, жена. То есть я заболел. Нашел средства, информацию, как, допустим, это сделать. Начал делать, анализировать, описывать. Далее печатать. Далее даже сам продавал. Читал лекции. Сам делал. Как вы, впрочем, и делали всегда. И сейчас, и сейчас. Не то, что я, вы знаете, вот хочу выйти на общемировой уровень. Ну, опять-таки, вот доктор Берг. Вот когда вы считаете себя хуже кого-то и зажимаетесь. Вот это ваша, будем говорить, и погибель и есть. И все ваше творчество, и все ваши амбиции, и все ваши притязания, и вообще все ваши, так сказать, чаяния о какой-то хорошей жизни или еще о чем-то. Все это, все это перечеркивается. Я лично не считаю, что я вам рассказываю о информации, которая хуже, чем та, которая... Вот смотрите, я когда начал писать книги, я опирался на Поле Брега, я опирался на Герберта Шелтона, я опирался там на других авторов и так далее, да? И написав книги, это вы можете теперь сами сравнить, написав книги, кто читал Поле Брега, кто читал, значит, Шелтона в основном, да? Ну и ряда там других. Вот сказать, лучше книги у них или лучше у меня? Или вот в чем отличие? Что я это более тщательно проработал? Или они более тщательно проработали? Можете написать, рассказать. Даже того же Дипака Тёпра можете там это самое привести. Вот он рассказал про индивидуальную там конституцию или еще что-то. А я рассказал. И так далее, и так далее. То есть я постарался, по крайней мере, написать так, чтобы это не уступало. И зато у них такие вещи, которых у них вообще нет. Ладно, пошли дальше. Алсу пишет. Малахов действительно великий доктор. Я уже говорил, не доктор. Даже я не академик. И даже, хотя я называю себя Светочем, и не Светоч. Я просто тот человек, который в этой жизни решает проблемы, которые к нему поступают. И за счет этого начинается рост во всех отношениях. Рост и в здоровье, и в благосостоянии, и в миропонимании. Вот. И каждый из нас идет по этому пути. И я, так сказать, вот такой-сякой, описываю, как я иду. И плюс то, что описал и делал, и вы поделали. И у вас получилось. Вы видите, что это действительно так. Так, дальше пошла. Игорь пишет. У Берга только англоязычная аудитория 8,5 миллионов. Разнообразие там. А здоровье. Есть такие актуальные темы, по большей части, не противоречащие доказательной науке. Так, вот я и хочу выйти вот на эту англоязычную, немецкоязычную, испаноязычную, португалоязычную, польскоязычную, украинскоязычную, чешскоязычную и вообще там скандинавоязычную. На все эти аудитории. С тем, чтобы показать красоту здорового образа жизни. Когда вы, не принимая, я уж о таблетках молчу, не принимая никаких травм, не делая особо даже никаких процедур, а с помощью разумной силы своего ума ведете такой образ жизни, когда вы остаетесь здоровым. Вот о чем я толкую. Это направление было, но его благополучно стараются сделать так, чтобы его не стало. Чтобы только была платная мани-мани-мани. Медицина. Ладно, пошли дальше. Так, разнообразие тем о здоровье. И разнообразие тем о здоровье. Вы знаете, вот это вот разнообразие тем о здоровье, оно создает иллюзию, что вот это хорошо. На самом деле, надо нащупать основное и понять основное, что работает по созданию крепкого здоровья. И я повторю вам, это прежде всего работа с умом. Как я его расписал там в книгах, для себя я понял. Причем я понял не просто там, знаете, вот эмоции, вот как она работает. Я проследил, как образуется сознание, с чего оно начинается, как оно продолжается и далее уже работать. Об этом особо никто не говорит. Есть, конечно, единицы, которые рассказали, потому что я же тоже уловил эту фишку. Но их благополучно потопили вот этих эмоциях, вот этих психосоматик и так далее. Не разбираясь, откуда эти все корни идут, откуда. Итак, первое, работа со своим собственным сознанием, чтобы вы понимали, как далее оказывается работа с распорядком дня. Наш организм включен в большие биологические часы и работает в соответствии с ними. То есть есть энергетика, включаются те или иные органы, начиная с пищеварения, кончая там выделением. Если мы это соблюдаем, о, кстати, большинство долгожителей, супердолгожителей, они как раз и жили по этим ритмам, биологическим ритмам, которые природа нам давала. Далее, двигательная нагрузка должна быть, да, да, какая, да простая ходьба должна быть. Не надо там особо качаться в спортзалах или еще там что-то там такое делать. Простая, обычная ходьба должна быть, которая запускает все процессы в организме. И, наконец-таки, уже четвертое, это питание. В зависимости от того, что вы там потребляете, вы примерно такое тело и строите. И все вдобавок, все вот это вот, вот четыре вот эти вот кита здоровья, они основаны на нашей жизненной силе. И вот как раз оказывается, по-большому, надо научиться работать с этой жизненной силой. Надо ее, в первую очередь, беречь, а не тратить. Надо ее, по возможности, уметь повышать свою энергетику с помощью чего? Я это тоже-то рассказал. А не просто там так, тра-бля-бля-бля, вот это многообразие. По-большащей, так, не противоречившей доказательной науке. Знаете, вот мы как-то думаем, наука это что-то такое, что надо принимать без всяких этих самых. Особенно вот доказательно, она там доказала, она там то-се, пятое-десятое там доказала. Ну, такую больную тему поднимем. Вот доказательная наука доказала о том, что прививки повышают наш иммунитет. Что это хорошо, это мы избавляемся там, заранее избавляемся от разного рода заболеваний. Она доказала. А практика, вот практика показала, что после прививки закономерно повышается вязкость крови. Практика, доказала. И начинаются проблемы с вязкостью крови, которая там у разных людей, по-разному это все в разной степени сложности выражается. Механизм. Механизм следующий. У здорового человека, так я вам просто объясню, вот, без всяких там, знаете, лишних там, как доктор Бэрг. Существует у нас кровь. В крови у нас имеется жидкая часть. И у нас имеется, грубо говоря, белковая часть. Это эритроциты, это там те же иммунные тела, лейкоциты и так далее. Пропорция эта с жидкой частью должна быть определенная. То есть нормальная пропорция, которая должна быть в организме. И тогда у нас кровь течет легко и свободно. Как только делается вот эта процедура модная, стимулирующая, как они говорят, надо повысить выработку вот этих вот иммунных тел. А что такое иммунные тела? Это белковые тела. И если их, грубо говоря, там было определенное количество, которые и надо для здорового организма, то вот вы заболели, не заболели, вот вы еще там не заболели, но вы и сделали, да? У вас эта пропорция сразу же увеличивается в несколько раз. Выработка вот этих иммунных тел. В результате белковая часть крови становится намного больше. За счет чего? За счет чего? И об этом предупреждали знающие люди. Кровь становится вязкой. Ее характеристики меняются. Дальше начинаются какие-то в крови свои собственные процессы, эти ненормальные, когда там и эритроциты разрушаются и так далее. То есть начинается трумбуз. То есть закономерное действие модной процедуры. И заболели вы или не заболели. Значит, то, что было введено в ваш организм, оно обычно выводится. Поэтому стараются ввести такую штучку, штучку, которая очень трудно выводится. И допустим, там опять-таки болели вы или не болели, надо вам или не надо, организм реагирует на эту штучку тем, что вырабатывает и вырабатывает вот эти иммунные тела. То есть икру у вас густая, 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 и у вас идут вот эти процессы и так далее, и так далее, и так далее. А вы еще, допустим, повторите, как рекомендуют. Ага, через полгода или через 9 месяцев у вас, значит, снижается вот это вот, будем говорить, бульон в крови, концентрация вот этих иммунных тел. Значит, надо еще сделать, чтобы он поддерживался. В результате эффект тромбообразования, он присутствует. И уже вам это надо или не надо, пока сидит вот эта вот штука у вас в организме, она будет так работать. Теперь я вам приведу пример. Вот знаете, когда мы читаем книги, кто на чем останавливается? А меня зацепил пример Поля Брега. Когда он написал, что начал заниматься самоздоровлением, голодать и так далее. И вот он несколько лет проголодал, проделал, и здоровье повысилось, ну, как бы сказать. Он даже не знал, что здоровье, оказывается, может так повыситься. А оно повысилось тогда, когда организм за счет вот этой всей проделанной работы по очищению, по голоданию и так далее, собрал лекарства, которые ему давали в детстве. И во время одного из голоданий, с помощью очистительного кризиса, выбросил из себя. И как только он выбросил, и исчезла эта интоксикационная наружка, что он сказал? Что мой организм стал набирать сразу же энергетику, такую, которую я не чувствовал, такую здоровью, которую не было и которую он не ожидал. Сравните это с модной процедурой, так сказать, вот сопоставьте для себя. И сделайте кое-какие там виводы, виводы, так, 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 ага. Значит, и не противоречит доказательной науке. Это как раз о доказательной науке. Что вот эти вот лекарства, содержащие, да там, какие-то компоненты, вы приняли от того-то. А что с вами дальше, да никто не знает, не касается. Вот она и доказалась. И, наконец-таки, доказала доказательная наука, что показывает доказательную науку, что надо делать. И то, что показывает практика, что получается в итоге. Почему-то эта доказательная наука как-то вот это вот обходит мимо. Так, про доказательную науку рассказал. Так, Петрович, без обид, но вы немного застопорились с репертуаром. Ну, давайте я покушаю, так как супруга меня позвала. А потом продолжим, не спеша, знаете, вот разжевывать для себя вот этот репертуар. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон»